Итак, всем привет, всем доброго времени суток. Как вы знаете, Microsoft выпустила Windows 11, и многие из вас спрашивали, что же там с установкой на компьютеры Mac с процессором M1. К сожалению, на данный момент Windows 11 ARM распространяется только по лицензии ULA. Это означает, что только производители совместимого оборудования могут официально лицензировать такие копии для своих устройств. Например, Microsoft недавно выпустила Surface Pro, которые работают на чипах с архитектурой ARM и поставляются с коробки с Windows 10 ARM, которую в будущем вы можете обновить до 11 версии. Так что если вы хотели напрямую установить Windows 11 ARM на Mac M1, то, боюсь, пока это невозможно. Но это не точно. Но не только потому, что не поддерживается Bootcamp Assistant или нет драйверов. Самое главное, что нет лицензии, которую конечный пользователь мог бы использовать для установки Винды. И это также касается виртуализации. Сама Microsoft недавно заявила, что Windows ARM не будет поддерживаться на Mac с M1. Однако это не значит, что мы не можем установить ее как виртуальную машину. Для этого мы можем использовать Parallels Desktop. Но вы спросите, а как же лицензия? Parallels обходит это ограничение, перекладывая всю ответственность на пользователя. Подтверждение моих слов можете почитать на сайте. В прошлом месяце Microsoft также запретили установку Windows RM версии на процессоры без модуля TPM. Поэтому при обновлении Windows в параллел с последней 17 версией выскакивала ошибка. Но Parallels спустя несколько дней выпустили обновление 17.01, в котором добавили поддержку виртуального TPM и улучшили интеграцию с Windows 11. Ну что, начнем. Для установки вам потребуется последняя версия Parallel 17 и образ Windows 11. Вы можете скачать его бесплатно с официального сайта, если являетесь участником программы Insider Preview. Несмотря на выход обычной версии, версия ARM все еще является инсайдерской. Ссылка на скачивание также будет в описании. После всех скачиваний и установок заходим в программу и пропускаем приветственное окошко. После этого выбираем ваш образ. Система сама должна его найти. Затем выбираем только игры. Можем переименовать вашу систему, например, Windows 11 ARM. Затем я хотел бы засечь время, за сколько Parallels установит 10-ую винду. Скажу сразу, это будет очень быстро, в районе 3 минут. Ну вот, остались считанные секунды. Сейчас винда запустится. Ну вот, 3.40 и мы уже на рабочем столе. После этого заходим в обновление и проверяем. По идее, так как у нас еще не установлен виртуальный ТПМ модуль, винда сейчас выдаст нам ошибку. Ну вот, как видите, отсутствует ТПМ 2.0. Нам сейчас нужно будет его включить в настройках Parallels. Для этого закрываем это икошко, ждем. И выключаем виртуальную машину. После того, как выключили машину, заходим в настройки. Затем в оборудование. В оборудовании нажимаем на плюсик и выбираем виртуальный ТПМ модуль. Закрываем окошко и заново запускаем Windows. Теперь снова заходим в настройки и проверяем, пропала ли ошибка. Как видите, ошибка пропала. Нажимаем назад и ждем, пока обновится система. Ну вот, как видите, установка последних обновлений почти закончена. Сейчас он предложит вам перезагрузить систему. Соглашаемся. Можете обратить внимание, насколько быстро он перезагружается. Теперь снова заходим в настройки и проверяем обновление. Никакой ошибки у вас уже не будет. Система будет думать, что у вас виртуальный ТПМ модуль. Ну вот, как видим, все обновления прошли. Все, можно использовать Windows. Еще хочу показать вам интересную фишку Parallels Desktop. Если у вас, например, есть приложение, которое вы часто в Windows заходите, но не хотите каждый раз запускать машину, вы можете перейти в режим согласованности. Режим согласованности активируется в оконном режиме. Переходите в оконный режим, затем вид и перейти в Coherence. Все, теперь вы можете напрямую запускать приложение, как будто бы вы находитесь в Windows 11. Очень удобно. Ну что ж, на этом все. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok